Событие не только районного масштаба. Сегодня в Волгоградской области впервые за последние несколько лет открылся сельский дом культуры. Его строительство было начато в поселке Большие Чепурники Светлоярского района в 2009 году. И вот теперь у селян появилась не только современная концертная площадка, но и место для полезного досуга ребятни. Репортаж Мария Иванченко. Последнее приготовление перед концертом. Выступать на такой сцене одно удовольствие, говорят артисты, не сравнить с теми условиями, в которых были вынуждены работать коллективы прежде. Мы расписывали день с утра и до 12 ночи. Мне приходилось заниматься своим, допустим, коллективом. Ну, бывало такое, что с 9 до 12, либо до часа ночи. Новая ДК, новая жизнь для поселения Большие Чепурники, отметил губернатор на торжественной церемонии открытия. Первый концерт в Доме культуры состоялся еще весной нынешнего года. Однако коммуникации были подключены только на днях. Строительство шло за счет средств сельского бюджета. На все про все ушло порядка 45 миллионов рублей. Такой пример отметил Сергей Баженов, когда власти думают о людях, должен быть принят как руководство действию всеми главами районов. Сельчане построили его на свои собственные кровно заработанные. И это радует. И, по сути, это большой пример для многих сельских поселений нашего городской области, как нужно рачительно вести хозяйство, чтобы открывать новый дом культуры. К сожалению, сегодня у многих поселений дома культуры, мягко говоря, вызывают чувство сожаления. Здесь новый дом культуры. Есть задор, с какими глазами люди смотрели на этот дом культуры, как они ему радовались, маленькие и взрослые. В новом ДК скучать будет некогда всем селянам, отметил губернатор. Ведь двухэтажный сельский дом культуры вместил в себя и зрительный зал на 200 посадочных мест, и помещение для библиотеки, этнографического музея, и танцевальный зал, и комнаты для кружковой работы, и бильярдную. С его открытием, уверены большечапурниковцы, и жизнь в поселке станет веселее. И дети уйдут от негативного влияния улицы, будут все время при деле. Мы так рады, что вот это вот такое событие. И нам-то, и мы с удовольствием будем ходить. И у меня вот сын, он только с удовольствием, конечно, тоже будет сюда идти. Сергей Баженов отметил, что за последнее время Своярский район серьезно продвинулся в своем развитии. Ведется газификация, строится новый ФОК. И такая активная позиция муниципальных властей не останется без поддержки областного правительства, подчеркнул губернатор. Мария Иванченко, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба» из Своярского района.